В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Состязание огнеборцев. В Сарове завершились всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Опасная встреча. Как избежать столкновения с лосем на дороге? Первый из первых. День единых действий прошел в городе. Далее расскажем обо всем подробно. Потушить огонь технически правильно, настроив гидрант. Таким было последнее испытание всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту, посвященных памяти Валерия Кишкурно. На протяжении недели команда огнеборцев со всех регионов страны на Икаре проверяли свою физическую подготовку и профессиональную компетенцию. На заключительном дне соревнований побывала наша съемочная группа. Боевое развертывание – последний этап всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту имени Кишкурно. Для многих команд он стал решающим. Некоторых неверное действие или случайность привели к значительной потере времени, что сказалось на результате. Спортсмены из Москвы, напротив, благодаря слаженной работе и правильному настрою, стали лучшими в этом состязании. И смогли подняться на третье место в общекомандном зачете. Боевой – это вообще очень непредсказуемый вид. Все его побаивают, потому что можно вылететь и на верхней позиции, можно и скатиться, и в самый низ. И главное тут зацепиться за 12 команд, которые дальше пройдут на следующий этап – зимний чемпионат России. Главный трофей – Кубок Победителей достался специальному управлению номер 6 из города Леснова. По общему времени команда обошла своих коллег из Межгория на 14 секунд. По словам спортсменов, последнее состязание прошло не так гладко. Но высокие результаты по предыдущим этапам помогли занять лидирующую позицию. Ребята быстро пробежали личные виды, выиграли эстафету. Это все помогло и дало нам запас на последний день, чтобы более спокойно подойти и уже выполнить свою задачу занять первое место. На торжественной церемонии закрытия соревнований первые лица города поблагодарили спортсменов за службу и визит. Поздравить победителей приехал первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС России, генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк. Спасибо за то отношение, которое вы эмоциируете в своей профессии в виде участия в спортивных мероприятиях. Плюс, словно, победители на любых соревнованиях занимают первое, второе, третье места. Ну, для того и соревнования, чтобы были те, кому есть к чему стремиться. И он всем желает. Сзади все на кей. Места о том не ли стали. Победители-призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. Событие сплотило команды. Пожарные в очередной раз смогли проверить свои силы и обменяться опытом для дальнейшей службы. В начале июля в Дивеевском округе случилось страшное ДТП, виновником которого стал лось, выбежавший на проезжую часть. Столкновение произошло в 22.20 на 65-м километре трассы выездной Дивеева-Сатис. После удара иномарку выбросило в кювет. В аварии пострадали три человека. Сам водитель, 33-летняя пассажирка и 7-летняя девочка. Как уберечь себя от таких ДТП, расскажем в следующем репортаже. Лоси все чаще выходят на дорогу, предупреждает ГИБДД региона. С начала года уже зафиксировано 6 ДТП с участием сахатых. Дикие животные наиболее активны в темное время суток, а водители в это время становятся менее внимательными. Поэтому при первых же признаках усталости необходимо остановиться на ближайшей стоянке и отдохнуть. Предельно внимательными нужно быть в зоне действия знака «Дикие животные». Нашим горожанам, скажем так, я посоветовал выбирать оптимальную скорость движения. Когда они двигаются по таким участкам дороги, как, например, в сторону по Варламовской дороге, там установлен знак. Он предупреждает водителя о том, что в любой момент из леса могут выйти дикие животные. То есть им желательно выбирать скорость такую, чтобы при появлении животного они могли принять все меры вплоть до полной остановки. Лось, пожалуй, самое опасное животное для водителя. Он чаще других выходит на дороги. При этом взрослая особь весит в среднем 500 килограммов. Из-за анатомии животного удар приходится на лобовое стекло. Травмы водителя и пассажиров от такого столкновения могут быть весьма серьезными и даже смертельными. На моей практике больше всего проблемы с лосями были. Они могут причинить и большие механические повреждения транспортным средствам. И в зависимости от того, какая скорость была у водителя, может пострадать сам водитель. Притом очень сильно. Подходить к сбитому зверю ни в коем случае нельзя, так как это может быть опасно, напоминают в Минсельхозе. Пострадавшее в ДТП животное нельзя забирать. Это приравнивается к незаконной добыче. Размер ущерба за сбитого лося составляет около 80 тысяч рублей. Если избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Единую службу спасения 112, вызвать сотрудников ГИБДД и в точности выполнять все полученные указания. Если по дороге, о которой мы говорили в Орлаусской, там мобильной связи может не быть, человек может связаться по номеру 112, о котором уже неоднократно говорили, сообщить обстоятельства. И дальше уже по указанию дежурного может быть направлен патруль ДПС. Вода в пруду Боровом не соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Купаться там пока нельзя. В озере Протяжном купаться можно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 18 до 30 лет такой призывной возраст для срочников поддержала Госдума. Изначально он составлял с 18 до 27 лет. В декабре прошлого года его решили изменить с 21 до 30. В итоге решили повысить только верхнюю планку, а нижнюю оставить без изменений. Таким образом призывной возраст суммарно увеличится на три года. Трудовое воспитание появится в школах. Учащиеся должны будут убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы, помогать в библиотеке. Разрешение родителей для привлечения учащихся к труду больше не требуется. Темь единых действий, первый из первых, прошел в Сарове. Праздник начался в 9 утра на стадионе Икар, где все желающие могли написать письма и нарисовать рисунки участникам СВО. Мероприятия и акции проходили на разных городских площадках. Завершилось все интерактивной программой рядом с клубом «Восход». День единых действий, первый из первых, стартовал в Сарове в 9 утра на стадионе Икар. Участники акции «Мы вместе» писали письма для бойцов специальной военной операции. В ближайшее время детские послания отправятся к адресатам. В 10 часов праздник продолжился у молодежного центра. Мальчишки и девчонки делали рисунки на асфальте. Тема «А что мы можем сделать вместе?» Это были в виде рисунков абсолютно уникальные. Это и помощь животным, которым нужен дом. Это и чистота нашей планеты, уборка территории. Это и поиск хороших, верных друзей. И что самое вот такое трогательное, это помощь семье, родным и близким. И это чисто детское. Давайте испечем торты, пироги для ребят в сложной жизненной ситуации. Третья финальная локация дня первых в Сарове – дворовая площадка клуба «Восход». Здесь все желающие смогли принять участие в интерактивных акциях «Движение первых» и «Городского совета юниоров Росатома». Провести площадки на День единых действий «Первый из первых» была полностью детская инициатива. И Департамент по делам молодежи и спорта города Сарова прислушался к нам и помог реализовать наши площадки. Сегодня происходит достаточно уникальная коллаборация, когда Совет юниоров Росатома города Сарова и «Движение первых» создали совместные площадки и проводят их на дворовой территории клуба «Восход». «Движение первых» появилось в стране 18 декабря прошлого года. В разных уголках страны его участники знакомятся и дружат, объединяются, вносят свой вклад в будущее страны и вместе постигают традиционные ценности российского общества. С помощью «Движения первых» ребята смогут прокачать свои софт и хардскимс навыки, также побывать на всероссийских мероприятиях и попутешествовать по нашей прекрасной стране. Как попасть в «Движение»? Все очень просто. Достаточно обратиться на сайт «Будь в «Движение», заполнить заявку и ты с нами. Чем занимается «Движение» вне городских праздников? Есть целый ряд активностей, которые включают в себя конкурсы, проекты, различные фестивали. Конечно, на фестивале нужно пройти некий отбор, но тем не менее у каждого ребенка, который принимает в активностях участие, есть шанс, хороший шанс стать победителем. Состязания в перетягивании каната, скручивании лески на скорость, а также игры Нижегородского края. Ярко и увлекательной получилась очередная встреча в рамках проекта «Библионии» – невероятные интересные истории. Для ребят в Пушкинке подготовили интерактивную программу «Почему Волгу матушкой величают?». Подробности далее. Почему Волгу называют матушкой, поилицей, кормилицей, какие рыбы в ней живут, какая длина Великой реки? Очередную встречу проекта «Библионии» в Пушкинке посвятили реке Волге. Гости библиотеки отправились в настоящее виртуальное путешествие, побывали в городах Поволжья и узнали, как реку воспевали в народном творчестве, познакомились с песнями, которые они слагали. Родники, маленькие ручейки вливаются в речку, и она становится огромной, а по пути в нее впадает множество рек, речек, речушек, и она становится большой полноводной рекой Волгой, одной из самых больших рек России, длина которой составляет 3,5 тысячи километров. Представляете, очень большая река. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Ребята практически сразу перечислили основные виды рыбы, которые вводятся в реке. Особый интерес у юных гостей Пушкинке вызвали игры. Так на скорость нужно было закрутить леску, вытащив рыбу из воды. Мальчики и девочки с упорством состязались и в перетягивании каната. Также организаторы рассказали ребятам про народные игры нашего края. В одну из них сыграли всем залом. Я сегодня узнала о том, что река Волга протекает через 67 городов, что в ней водится очень много рыбы, щука и другие, и очень много кто занимается там рыболовством. Она наша матушка, потому что она наша поилица, кормилица, она нам во многом помогает. Мне понравилось очень, что была очень прикольная игра, где надо было перетягивать канат и играть в удочку где-то. А еще я узнала, что река Волга состоит из 3067 километров. Напомним, еженедельные литературно-познавательные интерактивные программы для детей и взрослых проходят в Пушкинке по средам в 14.00. На зарядку становись! В Сарове развивается проект «Спорт в каждый двор», в рамках которого на нескольких площадках города инструкторы Центра внешкольной работы и молодежного центра проводят бесплатные занятия под открытым небом. Одну из них посетила наша съемочная группа. По-настоящему бодро начинается утро для жителей на улице Силкина. Под зажигательную музыку инструктор Екатерина Депутатова проводит тренировку с фитнес-резинками. Они дают дополнительную нагрузку для мышц, поэтому занятие будет еще эффективнее. Такие встречи тренеры Центра внешкольной работы и молодежного центра проводят регулярно в рамках программы «Спорт в каждый двор». Ее задача – приобщить жителей города к здоровому образу жизни. Это способствует, конечно, укреплению здоровья. Это самая актуальная и понятная вещь. Ну и люди с какими-то проблемами даже после операции приходят и восстанавливают себя на данных занятиях. То есть на площадке, как вы видите, у нас есть тренажеры самые такие элементарные. Плюсом у нас есть рядом прекрасная площадка, на которой дети играют в волейбол, футбол. Ну и занятия с резинками, занятия с гантелями. Прийти на тренировки может любой желающий без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Такие занятия под открытым небом – отличная возможность абсолютно бесплатно привести тело в форму и улучшить состояние здоровья. Я занимаюсь недавно. Мне очень нравятся эти тренировки, потому что каждое утро они меня бодрят на весь день, заряжают у меня полностью энергией. И самое главное, они дают мне понять, что в этой жизни нужно что-то пробовать новое, а не зацикливаться на чем-то одном. Около полгода уже хожу на эти тренировки. Я еще также хожу на фитнес. И очень хороший есть момент, что также я по утрам могу приходить на улицу, заниматься, дышать свежим воздухом. Это подкрепляет мое здоровье и поднимает настроение на весь день. Инструктор ждет всех желающих на спортивной игровой площадке на улице Силкино, дом 20, по понедельникам и средам с 9 до 12 часов. Посещать тренировки можно будет до наступления осенних холодов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей.